Пам-пам! Привет, меня зовут Руслан Усачев, и сегодня я вернулся домой, как видите, поэтому уже отсюда буду вам рассказывать о самых интересных событиях за последнее время. Пам-пам! Помните историю о том, как певицу Мадонну в Петербурге обвинили в пропаганде гомосексуализма? А это там незаконно. А певица такая прифигевшая приехала и на концерте рекламирует фрилав. Так вот, по последним данным, Московский районный суд Санкт-Петербурга пытается вызвать Мадонну на слушание по делу. То есть они отправили запрос на нью-йоркский адрес певицы, отправили запрос в фитнес-центр, который ей принадлежит в Москве. Если они-то действительно хотят провернуть, то похоже на очень толстый развод. Ребята хотят просто халявный концерт от певицы. Я даже, знаете, представляю, как этот судебный процесс будет выглядеть. Так, товарищ Мадонна, и что вы дальше сказали? Я сказал, что поддерживает гей-марридж, типа того. Нет-нет-нет, давайте конкретнее. Все, начинаем заново с первой песни. Да, ну не знаю, давайте тогда вызовем еще Coldplay, Луис Сикей, пускай тоже приезжают. И, знаете, давайте не будем останавливаться на современных артистах. Фредди Меркули точно пропагандировал гомосексуализм. Майкла Джексон, еще можно позвать, Элвиса. И всех прямым рейсом в районный суд Санкт-Петербурга. Пам-пам. Следующие две новости из разных частей света, из разных областей жизни, но, тем не менее, они связаны одной темой. Темой того, что в заведении, которое должно выполнять определенные функции, выполнение этих самых функций вызывает чуть ли не скандал. Старейшее английское казино Крокфордс разрешило на своей территории сыграть одному из лучших игроков в покер Филу Айви. Играл он не в покер, а в Пунто Банка. Но так не спрашивайте меня, что это такое, какие там правила, потому что я для дурака правила каждый раз заново учу. Но в любом случае он выиграл, и не або что, а 17,5 миллионов долларов, и казино не хочет их отдавать. Казино пытается понять, где он смухлевал, допрашивает персонал, пересматривает записи камер наблюдения, но никаких признаков у них же нет. И после этого они начинают заново допрашивать персонал и заново пересматривать записи камер наблюдения. То есть казино, которое вроде как и построено вокруг идеи того, что можно внезапно обогатиться, выиграть, никак не может поверить, что кто-то действительно выиграл. Причем Фила Айви уверяли в том, что дадут ему деньги, приведут их на счет до последнего момента, пока он не ушел из казино. Да, Фил, спасибо, что пришли, да. Ну, извините, банк сейчас не работает, там перерыв на обед мы обязательно попозже переведем. Да, все, спасибо, да. Приходите еще, приходите. Да, 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 давайте. Как? Как он? Как он это сделал? Бэк-казино мы не можем проиграть? Как? Бам-бам. А следующая новость из этой пары о том, что в научно-исследовательском ядерном университете МИФИ открывается новая кафедра. Но! Это кафедра теологии. В университете. Кафедра богословия. В научно-исследовательском ядерном университете. Ядерном! Если вы прочитаете список факультетов МИФИ, то вообще непонятно, куда эту кафедру можно втиснуть. Автоматика и электроника? Нет. Кибернетика и информационная безопасность? Нет. Экспериментальная теоретическая физика. Да большинство факультетов сами дают ответ на вопросы, которые поднимает теология. И ответ этот... Нет. Нет, не подумайте, я не имею ничего против теологии, изучения религиозных концепций. Это религия, огроменный пласт культуры общества. Но, серьезно, вы не нашли ни одного другого университета, который согласился бы вас принять? Бедняги. Или у РПЦ родственники в ректорате? Сложно было найти что-то более гуманитарное? Нет, блин, ядерный университет. Учитывая, что кафедра будет факультативной, необязательной, то как они туда планируют заманивать студентов? Приходите к нам, мы изучаем ранние этапы формирования вселенной. Мы занимаемся разработкой искусственного интеллекта. А мы изучаем одну книжку, которую очень давно написали. Думаю, что в итоге их кафедра тоже будет висеть в общем списке универа даже без личной страницы, как философия или менеджмент. Но на самом деле, что меня больше всего привлекло в этой новости, это строчка, даже несколько строчек с сайта, официального сайта отдела внешних связей РПЦ. Там говорится о том человеке, который, собственно, представлял эту кафедру, кто теперь будет ею руководить. Итак, председатель отдела внешних церковных связей, председатель синодальной библейской богословской комиссии, ректор общецерковной аспиратуры и докторатуры, имени святых Кирилла и Мефодия, митрополит Волоколамский и Ларион. Можно просто Лари. Должно быть у мужчин очень большое удостоверение. Но и в заключении 43-летний парушетист Феликс Баумгартнер прыгнул из стратосферы с высоты 39 километров. Почти из космоса сиганул. Он вниз летел больше 4 минут и преодолел звуковой барьер по пути. А ты из окна лишний раз вниз посмотреть боишься. А так-то это все на сегодня. Мне вообще в Dishonored пора играть. Подписывайтесь на канал. Спасибо, Ева. На мой канал. В группу вступайте. Если вступите, то я вам подарю персональный концерт Мадонны в районном суде Санкт-Петербурга.